Это вторник, 29 августа, вебинар по текущей ситуации. И мы сегодня обсудим то, что происходит на рынках. Происходит очень много интересного, нового. Вот даже Михаил скинул ссылку про ФРС. Наконец-то в конце лета на рынки пришла волатильность, хоть какая-то, которую сразу откупили. СНП, наверное, увидели, но что, открывался с ГЭПом. Не то чтобы даже с ГЭПом, а со снижением хорошим. И уже практически все откупили. СНП снова в положительной зоне. По нефти интересные движения, по золоту, по фунту. В общем, есть что обсудить. И давайте не терять время, сразу перейдем к рынкам. Я включу экран. Но сначала придется, конечно, тут настройки наладить, которые я могу включить только после запуска вебинара. Готовиться я даже не могу технически с этими настройками. Нужно запустить и потом нажать там несколько кнопок. Вот я жду. Жду, пока загрузится система. Может, даже придется выйти. А, нет, все. Погем установить. Так, установился. Секундочку. Так, собственно, все должно сейчас все работать. Так, почему не работает, я не знаю. Не должно. Как же тут? Попробуйте еще раз. Попробовали. Открыть и пошло. Да, все, включилось. Вот у нас сразу мета-трейдер. Если вы видите мета-трейдер, поставьте плюсы. Ну, если слышно меня, тоже поставьте плюсы. Если голос четкий, без шума. Отлично. Начнем с S&P. Ситуация тут... Ну, можно сказать, что пока ничего особо интересного. Да, было падение там в пределах процента. Чуть больше процента было на прошлой неделе. Видите, свечу большую. Пробили трендовую линию. И вот на рынке поступают интересные новости. Это и Северная Корея, и масса других факторов. И вообще технические факторы тоже немаловажны. Если произошел пробой, то он как индивидуальный фактор уже начинает давить на рынке. Ну, может еще отыграется рынок, может еще мы провалимся. Но в целом, если посмотреть на график, то, в общем-то, боковик. Мы были здесь и 2-3 недели назад, и полторы недели назад, и вчера, и позавчера. В общем, стоим на месте с небольшим диапазоном движения вниз-вверх. То есть, как я и говорил, пока 2400 не пробьем, ни о каком медвежьем рынке говорить не приходится. Откупают очень хорошо, откупают все. Что мы еще имеем? Сезон отчетностей закончился. Тут ждать сюрпризов больше не приходится. Тоже не самый интересный был сезон. По некоторым компаниям был очень даже неплохой. Там Netflix, Boeing хорошо отчитались. В целом, средний рынок, как вы видите, не так сильно отреагировал на сезон отчетности по американским бумагам. Что еще происходит у нас? Ну, наводнение, я думаю, что с ним справятся. Это не такой прям глобальный фактор для рынка нефти. Кстати, вот об источниках. У меня сегодня в телефоне или где-то в фейсбуке была новость от то ли РБК, то ли ведомости, где было написано, что как долго ураган будет влиять на цены на нефть и так далее. Ребята, они или запоздали с информацией, или, я даже не читал эту статью, посмотрите на нефть, еще вчера последствия урагана были отыграны. То есть он уже считается пройденным от того, что власти Техаса будут зачищать штат, помогать людям, эвакуировать и так далее. Рынку нефти как бы все равно. Хотя да, сланцевая промышленность тоже подвержена, может даже больше подвержена. Как раз об этом они и писали, я позже почитаю. Это именно интересный момент. Мне давно было интересно, что больше подвержено. Они пишут в заголовке, что более уязвимый, подвержен. Было интересно, с момента прихода сланцевиков изменилось ли что-то с сезоном ураганов. И так же он влияет на нефтедобычу или нет. Если у вас есть какие-то уже мнения, знания, где-то вы читали, то можете даже в чате поделиться. Игорь, у вас черный экран вроде не должен быть. У всех нормально. Я тоже вижу, что он показывает. Это трейдер. Да, вот Ирина подсказывает, что все нормально. Так вот, если что, вы тоже делитесь. Но я почитаю позже, что пишут специалисты по поводу того, насколько нефтяной сектор Штатов, после того, как сланцевая энергетика стала более популярной, отражает влияние сезона ураганов. Больше или меньше. Что еще можно сказать? В общем-то, ураганы прошли. Ничего страшного не было. Нефтяные компании эвакуировали сотрудников. Немного пришлось поднапрячься, попереживать. Но все нормально. Нефть снова 45,94. До 50 мы так и не дошли на последней волне. До этого доходили. Все в рамках. Давайте четырехчасовой поставим. Потому что сейчас диапазон достаточно узкий. И на Дели не очень хорошо видно. Смотрите, как четко отрабатывает нефть. Но я тут подогнал под эту вершину. Она могла бы технически быть вот как-то вот такой, может быть. Чуть-чуть грязной. Но я подогнал, чтобы... Секунду, удалим. Чтобы уже видеть более актуальную линию. Она такая важная. Мы видим, что нефть. Последний импульс несколько раз двигался вот в этом направлении. В этом трендовом, так сказать, диагональном трендовом векторе, что ли, на трендовой линии. И, наконец, пробил. С первого раза не получилось уйти вниз. Была попытка, может быть, опять же, ураганы, какие-то прогнозы и так далее. ОПЕК еще заявлял, что, по-моему, то ли Россия сигнализировала о снижении, возможном снижении квот. То ли ОПЕК России об этом намекал. Ну, в общем, идут разговоры, вбросы, так скажем. Пока-то ничего на деле не происходит. Мы не видели ни заседаний, ни встреч каких-то. И ОПЕК серьезно пока не говорил о сокращении, о дальнейшем сокращении квот. Кстати, нынешнее сокращение, оно, по-моему, до зимы, до конца года. Вот на миллион восемьсот. Но до этого будет еще одно заседание ОПЕК. Но не скоро, в ноябре, скорее всего. И вот это единственная дата по ОПЕКу, которая может играть какую-то роль. Ну и скоро выйдет новый отчет по, ОПЕКовский отчет по рынку нефти. Там огромный 70-страничный обзор с графиками интересными. Вот тоже почитаем. Что мы видели? Мы видели новый лоу. В общем-то сигналов уже нет. Помните, мы говорили об этом. Вот я-то точно помню, что при атаке WTI снизу вверх уровня 48, там с копейками и выше, можно уже вставать снова в шорт. Говорили, говорили. И вот действительно хороший был уровень. Стоп-лосс я даже говорил, кто ставит на максимум, кто там за линию. Но будьте осторожны, может пробивать. Ну, ураганы показали, что как раз это та новость, когда нервов много на рынке. Тем более ураган достаточно серьезный за последние 50 лет, по-моему. Нет, за 12 после Катрины. После Катрины это самый сильный ураган на втором месте. Ну, посмотрим по последствиям, что будет. Но последствия не касаются нефтяного рынка. Они касаются больше, так сказать, обычных людей, поведения государства, муниципалитета и так далее. Ну, рынок уже ни при чем. Так что, да, если кто заходил в шорты по 48, уже 2 доллара как минимум есть. Хотя рынок дал и больше зайти. Ну, если кто прям на касание линий заходил, там почти 48, 70, 48, там с чем-то, то уже близко к 3 долларам можно было прибыль снять. Что дальше делать, что бы я делал? Ну, я, конечно, вчера путов продал еще немного, добивал. Вот когда такие движения, вот такими рывками, я не продаю сразу много в один день. Ну, я всегда так рекомендую делать. Захожу поэтапно, частично, потому что мы никогда не знаем, где рынок покажет дно или пик. Мы не ясновидящие. И вообще уходите от такой позиции, что нужно угадывать движение рынка. Нет, грубо, да, его нужно угадывать, но где будут экстремумы, никто не знает, абсолютно никто. Поэтому нужно поэтапно, частично входить, я уже много раз об этом говорил, стараться не буду, заходить и ловить то место, где вы хотя бы встретитесь нормально и зайдете в сторону движения тренда. Тут мы, конечно, ставили на то, что тренд уже развернулся, он нам технически показал разворот. Ну, и мы считаем, что, я лично считаю, что 50 уже дороговато, хотя все сигналы нам говорили и до ураганов, что запасы снижаются, просто адскими темпами снижаются по 7 миллионов за неделю. Сегодня вторник, да, завтра выйдут очередные запасы. Что сланцевики, ну, уже достигли, наверное, какого-то уровня, после которого по 10 выше к неделю добавлять уже сложно. Даже сокращение было вышек, одна или две вышки сокращено было за прошлой неделю. Кстати, надо посмотреть, что было в эту пятницу, я не смотрел или смотрел, не помню. Так что сигналы не такие прям медвежьи, но, скорее всего, техника нам показала, что да, медвежьи. А ураганы добили, дали зайти хорошо. Потому что ураган в любом случае, он на время. Он не может там 4 месяца по территории США догоняться ураган и не может он разрушить все нефтяные месторождения, если люди уже готовы, если компания уже готова, эвакуировали, закрыли добычу, приостановили переработку. Так что это очень хороший временный шанс заходить в сторону тренда, который, наверное, начался, медвежий его назовел. Ну вот снова коррекция. Я думаю, делать пока нечего. Кто зашел, зашел. Кто нет, мы где-то на середине пути и даже не знаю, что сказать. Я путы продавал. Посмотрим, чем это закончится. Сейчас на отскоке захеджируюсь, одну ногу куплю. Я продавал, сейчас посмотрю на другом мониторе, ноябрьские 40-е, то есть они стекают в октябре. У нас 2,5 месяца в середине октября. А теперь надо будет закупиться. В сентябрьском уже смысла нет закупаться. Точнее, октябрьским смысла нет закупаться, он в сентябре истекает, это деньги на ветер. Наверное, тем же месяцем закуплюсь. Кто не в теме, наверное, дальше не буду рассказывать. Это уже опцион. Так, хорошо, идем дальше. Золото, прекрасно, отлично. То, что мы на прошлом вебинаре обсуждали, оно случилось, прорыв случился. Мы уже говорили, что действия Пхеньяна, все остальное. Слишком много событий скопилось, слишком много событий должны были повлиять на рост цен на золото. Но повлияли слабо. И вот, наконец, рынок выплеснул все, что он думал по этому поводу. Массово ушли все в золото. Северная Корея не останавливается. Ни слова Трампа, ни угрозы, там достаточно такая агрессивная риторика была. Не остановили Северную Корею. И вот мы за два дня, за три дня увидели диапазон. Диапазон. Сейчас давайте включим. Чарт, вайн, стадис. Мы за три дня увидели диапазон от минимума до максимума. Почти 50 долларов. Почти. Ну, немало за три дня. Опять же, что делать дальше? Не знаю даже. Вроде мы пробили важный уровень. Очень важный уровень. Тысяча триста примерно. Около тысяча триста. Наверное, полезно дождаться коррекции какой-то и закупиться дешево, если вы не боитесь стоп-лоссов. Точнее, если вы боитесь стоп-лоссов, закупайте дешево. Если не боитесь, я даже не знаю. Какое-то время, наверное, устаканится ситуация. Ну, в общем-то, направление тренда указано, мне кажется. О каком-то таком сильном снижении цен на золото говорить не придется. И плюс фондовый рынок показывает тоже попытки, видите, если верить технике, попытки уйти вниз. А с золотом корреляция скорее обратная. Так что вот так. И еще один фактор в ближайшем будущем может повлиять на движение золота – это сокращение баланса ФРС. Вот нам сегодня в чате выслали ссылку. Михаил, спасибо ему, выслал ссылку. Я почитал быстренько. Я сначала думал, что это опять теория из Агоров, тем более тут сайт узбекский. Ну, почитав, понял, что нет никаких там особо теорий из Агоров. Нет, точнее, они есть в контексте, там чувствуется приверженность авторов к армагеддонным всяким веяниям. Ну, в общем-то, тема понятная. Вкратце давайте о ней. ФРС за долгие годы накопил на балансе огромное количество облигаций на 4,5 триллиона. Значит, каким образом он накопил? Он скупал с рынка облигаций, понятно, в обмен на деньги, да, потому что он скупал. Он отдавал рынку деньги и забирал у них бумаги казначейские. Ну, не только казначейские, в разных странах там по-разному. В еврозоне, например, там часть государственные, часть корпоративные бумаги скупаются с рынка. То есть, задача такая, высвободить балансы банков коммерческих от всяких бумаг, нужных, ненужных, хороших, плохих, дать банкам деньги. То есть, вот они в свое время закупились какими-то бумагами, ну, например, в самый жесткий случай, закупились ипотечными облигациями. Те упали в цене, что с ними делать дальше? Лежат на балансе, продавать они копейки стоят, ждать погашения, может, по ним дефолт будет. Мне ФРС говорит, давайте я у вас эти бумаги заберу, я буду по ним конечным держателем. Я буду брать все риски на себя, риск дефолта, риск там всего. Более того, если я вам помогу, это же общий рынок, тут часть банков сами-то выступают и покупателями этих облигаций, и наоборот, эмитентами сами выписывали эти облигации, продавали на рынках. Так что, скорее всего, не будет дефолта, если я вам помогу. Ну и вот ФРС скупает эти бумаги, балансов собирает, дает банкам деньги, они эти деньги дальше в экономику в виде кредита пускают. И система дальше работает финансово. Можно также покупать гособлигации, не обязательно шлак какой-то, самый дефолтный, можно покупать гособлигации взамен на деньги. То есть смысл такой, дать деньги рынку, забрать бумаги, ведь бумаги нельзя инвестировать, бумаги нельзя дать кредит организациям, бумаги нельзя пустить в оборот. Они лежат на балансе, как сбережения, как инвестиции. А деньги можно, ну и вот скупаются бумаги, отдаются рынку деньги. Ну там еще несколько есть причин, картина более такая сложная, чем я утрировал, но цель, суть, в общем-то, такая. То есть ФРС действует, центральные банки действуют так. На рынке есть две ситуации, два вида денег. Это, собственно, сами деньги и облигации государственные, максимально ликвидные. Так вот, когда на рынке слишком много облигаций, а нужны деньги, ФРС собирает облигации, отдает деньги. И наоборот, когда слишком большая на рынке ликвидность, ФРС понимает, что денег очень много в экономике, инфляция, раздуваются пузыри, продает облигации, забирает с рынка деньги. Вот сейчас обратный процесс. Ну, собственно, QE и вот это все, это одно и то. И уже QE давно закончились. С рынка собраны облигации, отданы ему деньги на 4,5 миллиарда, триллионы, извиняюсь. И самое время запустить обратный процесс, потому что инфляция уже на пороге, она уже растет, ФРС боится этого, и как только он почувствует, что время выйдет на рынок и начнет уже собирать не облигации, а деньги, продавать эти облигации, то есть очищать свой баланс и собирать с рынка ликвидность, вот эту, которая уже мешает. Раньше она помогала, теперь уже мешает. Все же циклично. Ну, и вот на рынок хлынет 4,5 миллиарда бумаг, и с рынка уйдет 4,5 миллиарда, триллиона, я все время говорю миллиарда, триллиона долларов. Так что для доллара это, наверное, хорошо, цена вырастет, потому что если доллары уходят, то дефицит. А для рынков вообще любых облигаций, акций, это, скорее всего, плохо. Почему? Потому что, во-первых, если ФРС это сделать неуклюже, резко выпустит эту массу на рынок, начнет продавать, что он не должен, по идее, делать, ну, мало ли, инфляция будет настолько серьезной, что придется делать это резко, неожиданно. Даже не то, чтобы неожиданно, в больших объемах, там, по триллиону в год, например. Это немало объемов. То рынок почувствует эту массу, это много, продажа облигаций, ну, то есть может это свалить рынок, и фондовый, и любой другой. А вот как с золотом быть, это мы еще посмотрим. Доллар будет расти, золото падать, или будут какие-то другие процессы наблюдаться, потому что там запустится целый механизм большой, разных корреляций. Фондовый рынок будет падать, будут ли все уходить в золото, в доллар ли будут обратно уходить все. Кстати, то, что до этого доллар рос, не вот до этого, да, давайте откроем, ну, евро просто откроем, даже индекс доллара не буду открывать. Что я называю доллар до этого рос, это вот на Уикле ситуацию прошлого года, позапрошлого года, вот укрепление доллара было там с 1.15 до 1.03, чуть не достигли паритета. Это не связано никак с выкупом облигаций, ни разу не связано, это связано скорее с тем, что ставки, ожидания по ставкам в еврозоне были намного ниже, ну, вообще никто не собирался их повышать, а по доллару уже это было фактом. Первое повышение, вы знаете, вот как раз произошло в 15-м, в конце 15-го года, да, где он виден, на графике, ну, в общем, вы помните, в конце 15-го года, потом второе повышение уже в конце 16-го года, целый год ФРС ждал, потом еще одно повышение, кто помнит, 15-е, 14-е марта, 16-е марта, потом 15-е июня, и вот уже три повышения у нас было. Ждем четвертое к концу года. Но последняя пауза ФРС, последняя долгая пауза ФРС намекнула рынком, что кажется все, самая бешеная фаза прошла, скорее давайте переключимся уже на ожидания по еврозоне. Конечно, этот процесс, этот фактор не такой сильный, чтобы евро улетел на 1,20, там добавилось еще несколько других факторов, но вот некоторые аналитики пишут, не буду имен называть, про всякие теории заговоров, я даже читал вчера смешную версию, там, не знаю, заговор Елен Драги, и все это такое, это все теории заговоров, просто даже смешно как-то. Из года в год, с 98-го года я слышу всякий крах доллара, заговоры, центральные банки что-то там мутят, конечно, мутят, у них есть для этого мандат даже, они могут проводить интервенции, но опять же, все это отражается на балансах, все это видно, если они будут что-то мутить, они же ни в кубышку, ни куда-то там в ящик будут, в тумбочку собирать эти деньги, мы все это увидим раз. Более того, это законно, если это интервенции, а все остальное, это разговоры в пользу бедных, всякие заговоры и так далее. Если аналитик не может объяснить падение доллара, или хотя бы примерно понимать, какие процессы могут лежать, конечно, он уходит в теории заговоров, конечно, он все сваливает на неземные силы, на там мафию, на Goldman Sachs и всякие, все остальное, но это не серьезно, не профессионально. Давайте исходить от такой более официальной точки зрения, более официального мейнстримовского такого направления, и оно самое правильное. Ни разу вот за эти последние 20 лет, почти уже на рынке, я не слышал, чтобы теория заговоров победила официальную версию. Вот если у кого были такие, я обещал, что у нас дискуссии будут дискуссиями, если у кого были такие ситуации, если кто сталкивался с тем, что теория заговоров оказалась более, больше похожей на реальность, в итоге сработала именно эта версия, нежели официальная. Вот скиньте в чат, пожалуйста, когда и как конкретные случаи вы помните, что вот говорили, ходили слухи такие, нам говорили одно, ну, я не про Россию, постсоветские страны, вот именно про рынки, центральные банки, правительство, какой-то такой глобальный заговор, обман, поведение рынков, чтобы отразило все это. Грубо говоря, там, акции росли-росли, фондовые рынки росли, мы думали, что все хорошо, а тут выяснилось, что нет, давно ходили слухи, что все не так, что там возьмут и там, не знаю, заменят доллар на омеру и так далее, да, как были слухи. Кстати, первый раз они появились в 2000-х, в начале 2000-х. Я даже видел купюры, показывали в интернете, какой-то журналист, что-то там напечатал, может даже в фотошопе сделал, я не знаю, что это было, купюры омеру, и якобы штаты готовятся заменить доллары, чтобы не отвечать за свой госдолг. Ну, вы понимаете, да, какое-то самоубийство для штатов будет в экономическом плане, и больше никогда не будет резервной валюты этот доллар. Так, Шеннабе в январе решение внезапно привязку Геора отменил. А, окей, швейцарский банк отменил. Ну, во-первых, никто об этом не говорил, никаких не было других, как сказать, версий, что вот так будет. А, во-вторых, что значит привязку? А, разве она была, я не знаю, законодательно закрепленной? А он просто сказал, что мы не будем больше, да, вот как раз этот 1,2 уровень удерживать. Это же не законодательно было, никто не обязан в швейцарском банке делать то, что делали до этого. Да, изменилась политика, они решили, что все, хватит деньги на ветер, поддерживать, так сказать, курс одной валюты против другой, сил, средств не хватает, это неэффективно, ну и все заявили в январе, 15-го было января, или 5-е января, не помню, что вот все, конец, и рухнуло все. Это не теория загоров, это неожиданное изменение на рынке, никто не обещал, это же нигде не закреплено было. Ирина пишет вот хорошую версию, ну в кавычках, извините, Ирина, хорошую версию, заменят на биткоин. Ну нет, я не думаю, что этот процесс американцами запущен и американцы будут поступить так, во-первых, если бы этот процесс был иметь запущен, они бы уже легализовали, более быстрыми темпами легализовывали биткоин. Но вы знаете, отказывали комиссии, комиссия по ценам отказывала в ETF на биткоин, на бирже, одной бирже канадской отказали, по-моему, то ли в регистрацию, остались еще в чем-то. Ну, то есть, я даже Bloomberg постоянно смотрю, тема биткоина там давно забыта. Мне кажется, биткоином движут сейчас как раз какие-то развивающиеся страны, какие-то совсем не государственные, совсем не, как сказать, совсем не мировые державы, им биткоин не сильно интересен и как-то, ну пускай, есть и есть. Китай, Россия, какая-то там Азия, даже, так скажу, не по странам, а скорее это снизу идет как сказать, инициатива и движущая сила, которая биткоин поднимает, это какой-то вот малый бизнес, обычные люди, хайп такой, как я не знаю, батл Гнойного и Оксимирона. Два каких-то рифмовальщика, один рэпер, второй просто батлист, если есть такое слово, спели, и 3 миллиона россиян посмотрели за ночь этот батл. Вот такой хайп, ну что делать, мода такая, к сожалению, или к счастью, мы не знаем. И вот все ловят этот хайп, есть такое слово с недавних пор. Биткоин то же самое, все пытаются скачать в лодку, поймать этот хайп, хотя на самом деле на ровном месте мы ничего не имеем работающего, отдельного, полезного, ни в блокчейне, ни в биткоине, ну все считают, что это только начало, впереди большие изменения, кто знает, кто знает, я не уверен в этом, что там глобальные изменения, биткоин прям изменит все. Опять же, не путать биткоин и блокчейн, это две разные вещи, блокчейн это система, когда децентрализованная какая-то инфраструктура заменяет централизованную, допустим, даже выпуск каких-то прав, регистрация каких-то прав на недвижимость, на земли, на авторские права, еще на что-то, она может регистрироваться одновременно тысячами, миллионами участников книжках, у них бухгалтерской книжки. Биткоин это что? Перевод биткоина это регистрация одновременно в миллионах компьютеров записи, что я вам перевел 40 биткоинов. У меня это записано, у вас, у всех записано. Никто не может никого обмануть, никуда не надо заходить, смотреть, ни в какую не надо организацию обращаться, чтобы узнать, действительно ли у меня 40 биткоинов. Если все журналы записали, что мне передали 40 биткоинов, все, у меня 40 биткоинов. Так вот, эту систему можно применять не только для перевода денег. Биткоин это малая часть использования блокчейна, то есть криптовалюта это малая часть использования блокчейна. Блокчейн может, если вам интересно, буквально 5 минут, блокчейн может использоваться и для регистрации вообще любых прав, любых записей, которые важны, которые нужны, чтобы были децентрализованными, скорее всего. Например, вы хотите купить там в Стокгольме, под Стокгольмом землю. Вариант А, вы обращаетесь в организацию, которая регистрирует в кадастровом земельном коде или где эти участки, у них там где-то сервер, даже техническую сторону возьмем, у них какой-то один сервер, куда они записывают, хакеры взломали, там то все. Блокчейн позволяет эту регистрацию делать не где-то на одном сервере у одной организации, одним чиновником, а одновременно все переходы прав на вот эту недвижимость или землю в кадастровом реестре или где-то переписывать одновременно у всех участников системы. Все, и у всех записано, а значит, нет риска того, что кто-то подменит, кто-то обманет или сервер рухнет и все пропадет. Не может пропасть, потому что везде это записано. Окей, давайте уже не про биткоин. Может, как-нибудь вебинар сделаем про биткоин, но я не буду хвалить биткоин, наоборот, буду говорить о каких-то рисках. А не то, чтобы я самый пессимист по биткоину, но как-то слишком рванула индустрия очень быстро и мне это не нравится. Каждый дядя Вася майнит, каждый второй уже специалист по биткоину. Алексей спрашивает, что такое майнинг? Майнинг – это добыча биткоинов. Вот есть… А что такое биткоин? Да. Нет, мы долго будем об этом говорить, я вкратце скажу, что такое майнинг. Специальные программы высчитывают специальный код, который и есть собственно сам биткоин, блоки целые, чейн вот эти. И если вы способом, вот этим способом распознавая этот код, расшифровывая его, вы получаете вознаграждение от системы, собственно, сам биткоин. И вот называется майнинг. Вы добываете эти биткоины, вам система дает вознаграждение за то, что вы, ваш компьютер, ваша система расшифровала очередной блок, их число ограничено, то есть за поддержание, грубо говоря, этой системы вам дают вознаграждение. Вот это и есть майнинг. Добывать биткоин, это значит включить компьютеры, да, кстати, в Google много информации, включить компьютеры, включить специальную систему и рассчитывать вот эту формулу сложную. Процессор работает на видеокарте, скорее всего, рассчитывает эту сложную формулу, чтобы распознать алгоритм. Это же все крипто, шифрование. И вот за это вам дают. Да, чем больше ферм, тем больше, чем сложнее добыть эту крипту, потому что если ваш компьютер там в секунду сколько-то там чего-то считает, то где-то в Китае стоит огромная ферма, да, «Тысяча видеокарт» объединенные, мощные, там, с охлаждением, со всем, что надо потребляющие киловатты электроэнергии, они быстрее вас посчитают и ваш компьютер будет очень медленно работать и неэффективно будет вам потратить больше энергии, чем заработать, когда уже другие опережают его на майнинге. Это тоже мне непонятная система, потому что, ну как так, где-то что-то кто-то майнит и добывает деньги. Это то же самое, чтобы я дома печатал евро. Хотя, с другой стороны, почему нет? Если у меня есть какая-то машинка легализованная, которая может помогать резать купюры и печатать евро, там же нет факта подделки, это же все одна система, то мне ЕЦБ может давать как субподряд, типа, ты тоже режь бумажки на их, пиши евро, и я тебе буду за это давать деньги, за то, что ты молодец, мне помогаешь. Ну вот так можно примерно описать эту систему. Окей, пишет у нас в чате еще, мы еще вернемся к рынкам, то есть к графикам. Михаил пишет, достаточно ли сейчас подешевел? Секунду, еще раз, достаточно ли сейчас подешевел доллар, что действительно его начали скупать или еще может подешеветь? А никто не знает, да, 1.20 тоже сильная зона, 1.20, 1.21, никто не знает, как вообще все это будет дальше, потому что он и так-то сильный, 1.03, 1.20, это же серьезный скачок вверх. Я бы не гадал, где дно или потолок, я бы не гадал, пускай он развернется, покажет какие-то движения, как раз подоспеют, подоспеют данные по ФРС, то есть я даже не знаю, как себя сейчас вести на евро. Вот у меня очень многие знакомые спрашивают даже не про рынок, не про Форекс, не про трейдинг, а просто когда менять уже доллары, когда, точнее, есть доллары, но они боятся сейчас их менять, потому что как-то на дне самый дешевый доллар, и вот все, что я могу сказать, ждите, ждите, наверное, не самый лучший уровень, чтобы это делать. А вот не знаю, мы уже дошли до точки, где вроде уже сопротивление. Так, секунду, дальше пишут, окупаемость фермы сегодня 8-9 месяцев, да, это верно, примерно так, но это зависит еще от курса же биткоина, вы майните, а курс, если упадет, это же другие цифры будут, другая будет статистика, ну и чем дальше, тем больше будет этот срок. А вообще, да, 8-9 месяцев, меньше года, это для бизнеса, для любого бизнеса, это рекорд какой-то, очень быстрая окупаемость. В интернете предлагают практическую программу, производящую майник. Это развод? Нет, не факт, не всегда. То есть, я не буду говорить про конкретное, то, что вам предлагают в интернете, то, что вы видели, но вообще нет, это есть такие коллективные программы, которые скидываются, объединяют мощности и вместе добывают майник. Могут быть и жулики, которые это предлагают, но это и есть такая тема, да, действительно можно это делать. Да, и сколько проживет твоя карта, тоже важно, потому что майник-то агрессивно использует ресурсы видеокарты, то есть, считайте, что через год-два она может сгореть и вам придется покупать новую видеокарту. В общем, в домашних условиях это давным-давно уже неэффективно, давным-давно. Не скажу, что уже полгода, может даже больше, год, не особо эффективно. Это эффективно, когда у вас бесплатная электроэнергия, свободной мощности. Например, вы сисадмин, есть на работе какие-то сервера, которые и так работают, электроэнергию счет не вам выставляют, да и они и так включены. И огромные мощности, свободные, куча видеокарт, просто поддерживают какую-то систему, и вы ночью работаете с сисадмином, можете включать их на майнинг, и никто с вас ничего не спросит. Такой административный ресурс. За счет дяди, за счет работодателя майнить на работе ночью. Вот, кстати, в Эстонии был случай руководства больницы государственной, нет, ну тут частное все, или госдоля есть в пакет акций держит государство, ну неважно, руководство обвинили в том, что они принесли на работу специальное оборудование, и в больнице и так есть сервера, да, там, допустим, тут у нас все электронно в Эстонии, ну я сейчас не в Эстонии, все электронно, и от рецептов, то есть не нужно получить, я правда, у врача не было лет пять, слава богу, но чтобы получить рецепт, вам не обязательно бумажку куда-то в аптеку нести, вы пришли к врачу, он вам выписал электронный рецепт в системе, через вашу ID-карту, через ваш личный код, все, вы ничего не берете у врача, вы пошли в любую аптеку, дали свою личную карту, он зашел в систему, ваш код набрал и посмотрел, какой врач вам что выписал, в какой дозировке и дал вам. Это очень классно, не надо рецепты с собой таскать, не надо, все электронно, все конфиденциально, очень такая система защищенная, прекрасно просто, да, я не знаю, есть ли в какой-либо стране, у нас тут есть и с Украины люди, и с Беларуси, не скажу, и с России, конечно же, Латвия, а в какой стране еще действует такая вот централизованная, четко работающая система в выписке электронных рецептов, если в ваших странах вы сталкивались, тоже напишите, потому что мне кажется, это такое достаточно продвинутое решение и далеко не во всех странах оно работает, может где-то задумали, там госуслуги, есть портал, да, в России госуслуг, но не факт, что все это четко работает, а вот в Эстонии уже давно работает, я помню, к зубному ходил 5 лет назад, что-то мне там антибиотики выписали, и все было электронно, я пошел в аптеку, а там бах, врач говорит, я все знаю, зашла в систему, посмотрела. Так вот, в больнице люди стали, руководство, привезло какие-то, какое-то оборудование, и начала майнить за счет больницы биткоины, зарабатывать на этом, и выставлять счета юрлицу, а майнить себе на кошельки, или, не знаю, за счет больницы, не совсем там криминал был, просто было неэффективное использование, и сейчас, в чем их обвинили? Обвинили в том, что да, что они ставят под риск вообще систему технически. Вот Алексу, трейдеру неинтересна такая система, жизнь под микроскопом государства, но извините, ничто не мешает ФСБ или какой-нибудь спецслужбе зайти к врачу и попросить у него этот рецепт, копию рецепта, который был выдан Александру, допустим, Иванову 6 марта 2013 года, который лежит в архиве больницы. Извините, государство как раз в том случае сможет спокойно в любой момент заходить к любому врачу в любую больницу, требовать любые документы, и где тут тайна? А здесь как раз есть тайна, ну, не от государства, а в единой базе, в единой системе, в которой доступ имеют только врачи, только там по какому-то мандату доступа. Я не знаю, как эта система работает, но она достаточно продумана, Александр. Действительно, это шаг вперед. Да, мобильники, банковские карты, мы в любом случае под микроскопом. Я лучше буду под легальным микроскопом четкой системы, продуманной, законодательно защищенной, нежели какие-нибудь спецслужбы будут приходить. Да, Андрей пишет, что еще клево позвонить, наверное, он из Эстонии, позвонить врачу с просьбой выписать еще препарат рецептурный, так как кончился, и тут же выкупить в аптеке. Отлично, да, так и делают, не надо каждый раз ходить в врачу, выписывать. Здесь ты полностью прозрачен, государство несет при этом минимальные затраты. Но вот в электронной системе как раз и есть минимальные затраты. Ни волокита, ни бумаг, ничего, ни оборота, хранить не надо, экономия времени для пациента, для врача. Так что нет, Алекс, трейдер, я не согласен с вами, наверное, просто мы немножко такие советские люди, немножко сопротивляемся, я тоже чувствую в себе такие процессы, пытаюсь с ними бороться. Например, вебмани в свое время я говорил, что ой, ерунда всякая, все такое, а вот система живет, работает, даже уже биткоин появился, еще более продвинутая, на порядок выше система. А, вы против такой жизни эффективной? Ну, окей, хорошо, давайте вернемся к рынкам, а то у нас время поджимает, а мы тут обсуждаем биткоин и электронную систему выдачи рецептов. Это, конечно, тема интересная, тем более опыт других стран для тех, у кого пока эти реформы не проведены и не осуществлены. А у нас есть рынки, вот, кстати, мой опцион на Зару, конечно же, наверное, уже все, не сработал, новый лоу дали, этот уровень пробили, но вот видите, как рынок, это как Трамп, выбор Трампа, на какой-то новости мы резко с гэпом уходим вниз, а потом идет мощный откуп, и пытаемся... Если выйдем выше 33, я бы все-таки снова брал, вот именно просто по рынку брал, тем более, смотрите, тут же, если кто-то брал вот здесь, да, вот где-то вот на 33 с копейками, 33 там, 34 даже, то сейчас 33-33. Не так уж сильно мы и упали, чтобы называть прям обвалом. Каждый раз рынок откупает, 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 но пока не может это вылиться в тренд. Но, наверное, видно, что это коррекция. Давайте нарисуем Фибоначчи, посмотрим акции ATX по Фибоначчи. О, 61,8 даже показали. Наверное, не очень хорошо видно, сейчас я изменю цвета. 61,8 даже показали. Сделаем хотя бы зеленым. Вот. Так что, я думаю, что если все-таки это была коррекция, и 61,8 это такая, чуть ли не последняя, да, станция, точка, остановка, где эта коррекция, возможно, закончится. Дальше посмотрим, что будет. Но для этого должны европейские рынки все выросли и вырасти, и как 40. А вот, кстати, коснулись тоже линии. Вот люблю такие моменты. Паника, что-то произошло, ночью на фьючерсах или с утра загнали вниз, потом откупили и пошли вверх. Так было много раз. В 2012 мы видели, когда центральные банки совместно проводили тоже интервенции. Паника закончилась просто эйфорией. Ну, много раз было такое. Выборы Трампа, Brexit и так далее, да. Ну, по фунту, конечно, Brexit потом еще провалился немного. Я даже не про фунт, а вообще про рынки капитала, акции. Так что, КЭК 40, если что, уже находится на полутора годовом уровне, то есть, на уровне касания линии, восходящей линии полутора годового тренда. Коснулся, развернулся. Вот я иногда люблю сжимать графики настолько, чтобы даже свечи не видеть, а просто более широкую картину видеть в сжатом виде, особенно, когда индекс такой, не прямо в моменте я им торгую, мне скорее важно глобальный тренд видеть, вот, КЭК 40, я им не торгую, просто смотрю, что происходит на рынке. А вот, кстати, неплохой момент для входа, коррекция вялотекущая, и, может быть, наконец, отодна оттолкнемся, вырастем. По крайней мере, стоп хороший, вот она свеча, но свечи ставим стоп, это еще и пробой линии, да, есть у вас КЭК 40, конечно же, есть в системе, так что, кому интересно, может прикупить, или завтра на коррекции прикупить, стоп будет ближе, а может и не успеете, не знаю, гэп даже уже закрываем. Что еще у нас? BMW, Daimler пока ставим то же самое, что и на всех европейских индексах, Snapchat развернули и дальше не могут расти, у меня шот стоит по Snapchat, по 16.99, по 17, я его держу давно, 12 и 14, жду пока не стекают десятками пачками, очень мне нравится эта бумага, да, я по ней медведь, поэтому я держу шот, но продаю пачками путы, потому что считаю, что так быстро мы не упадем на 12, на 11, все-таки бумага недавно на IPO вышла, вот посмотрите, у вас график, прям как раз IPO, чуть ли 30 не достигли мы после IPO, какой там 10, я не помню, какой я продал уровень, по-моему, 10 или 11 я продал путы, вот, если будем падать, отлично, у меня шот есть, но главное, чтобы мы не упали очень сильно, даже где-то у меня безубыток на 9, на 10, не знаю, если 11 путы проданы, то на 10, если 10, то на 9, 9 долларов, еще если я 1000 долларов готов терпеть убытка, то 8 получается безубыток, но вот сейчас 15, два раза, очень хорошая получилась стратегия, и вот я держу шорт, продаю какие-то ноябрьские путы, они стекают, рынок где-то здесь останавливается, снова продаю, вот так, все время продаю, 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 и беру деньги за счет, не за счет шорта, он даже может немного минусов мне приносить, а за счет футов, проданных обязательств, что не уйдет сильно вниз, так, золото обсудили, нефть, кстати, вот золото коррекцию дает, если вы верите в продолжение текущего тренда, приготовьтесь потихоньку уже брать, там на уровне 1300, наверное, точно можно взять, попробовать, по крайней мере, снова быть быком, так, золото тоже обсудили, давайте вернемся на валюту, фунт, я ждал, что мы наконец, а, давайте газ обсудим, потом фунт, ничего интересного, вовремя я путы колы продал, меня сейчас устроит такой ровный, боковой рынок, все подешевеет, ну и прекрасно, вот в этом смысле опционы молодцы, я в хороший момент попал, на панике, на проборе продавал куты, на развороте эйфории продавал колы, и вот сейчас меня устроит вот такая болтанка, такая неопределенность, то вверх, то вниз, боковик, прекрасно, и наконец фунт, как вы помните, я предлагал покупать от этого уровня, очень сильного уровня, действительно он сработал, только не говорите, что вы прям стоп ставили под линию, да, действительно он сработал, кто-то в чате предлагал 1.26.70, вот туда, к сожалению, мы не дошли, так что моя версия оказалась более точной, более четкой, я думаю, даже идеальной на локальном уровне, потому что мы отбились, и даже дали новый максимум, не сказать, что можно было бы взять там сотни пунктов, но вот где-то вот здесь, если покупали, это уже ниже уровня, да, где-то вот здесь, если покупали, на линии, то, ну и на вот этой линии продали, 150 пунктов, ну неплохо, 150 пунктов для двух дней, для трех дней неплохо, да, так что отлично, пока работает, посмотрим, удержимся ли мы на этой линии, кстати, в прошлый раз я говорил про инфляцию, про ВВП, все такое, цифры выходили в пределах нормы, поэтому ничего особенного по фунту не было, то есть мы не ушли вверх именно на данных по макро статистике, а ушли вверх только на вот этой сильной, отскоке сильного 1.28.00 уровня, посмотрим, удержимся или нет, кто-то может шортить со стоп-лоссом близким, думая, что вот еще покатимся вниз, что-то дадим, тоже сигнал, почему нет, тоже сигнал, тем более мы тут показали хорошую тень, свечки, давайте немного увеличим, тень показали, вот, так что можно шортить, ну чуть-чуть, может поздно, все-таки пропустили, там, пунктов 30-40 точно пропустили, да, 60, да, где-то там 40-30 пунктов, можно было бы даже лучше делать, но вот так, можно чуть выше поставить ордер, стоп-лосс вот сюда, и в итоге будет 70 пунктов максимум стоп-лосса, отличный уровень, и прокатиться еще пунктов 100-150 может быть, а может и все-таки, наконец, пробьем этот уровень, и прокатимся туда 1.26.20, и там уже я бы уже более основательно закупался. Ну и следим за новостями, вот ссылку, которую Михаил в чате нам скинул, про то, что ФРС начнет сокращать баланс, тема не новая, просто давно о ней не говорили, месяца два, весной, я помню, были серьезные разговоры об этом, а потом все утихло, и, наверное, к концу года снова вернутся разговоры, и в сентябре на заседании посмотрим, действительно ли ФРС серьезно об этом думает, вот что они говорят, потом протоколы нам расскажут об этом, так что будем ждать, так сильно на эту новость рассчитывать тоже не стоит. Так, и вот смотрите, я хотел вам показать, Boeing, как обычно бывает, после такого сильного роста, там с двумя гэпами, я ни разу не видел, что бумага резко вот так упала вниз, ну я не видел, день-два-три роста, и день-два-три такого же падения, как обычно, это какой-то поковик, консолидация, медведи боятся зайти, потому что, ну куда заходить, смотрите, что у нас было, давайте Weakley включим, ну на Weakley еще более-менее, секундочку, Weakley, на Weakley еще как-то может так немножко вниз уйти, но тоже я не верю, так что будем болтаться, но у меня самая неудачная моя позиция, это вот по Boeing сейчас построено, на одном из портфелей, а 240-й у меня куплен, 250-й продан, так нельзя делать, это очень близко, не знаю, что на меня нашло, конструкция по Boeing уже вроде близко к нулю, и я думаю, что ее надо закрыть к черту и забыть, вообще любая, давайте вот хороший урок, любая сделка, которая открыта, ну не по душе вам, маленьком убытке, как бы вы уже думаете, что все совсем не так, как вы думали тогда, что и стоп-лост некуда ставить, просто закрывайте, выходите, не понимаете, боитесь или что-то не так, как вы хотели бы, должны были бы, даже не хотели бы, не должны были бы сделать, по той или иной вашей стратегии, заходите, выходите и все, и закрывайте к черту, все, забудьте, как страшный сон, как неправильно, дисциплина, строгое следование, какой-либо там стратегии, или просто набору правил, куда важнее, чем какая-то прибыль упущенная, все, даже график закрывайте, чтобы не видеть, не слышать, что там было там по Boeing, прав ли я был, хорошо ли я сделал, закрыл, потому что, если я закрыл и был прав, а я и так прав, дисциплина мне говорит, что нельзя, если я закрою, вот сейчас это Boeing, не по стратегии, но немножко с нарушением отдельных моментов, если я ее закрою, я и так прав, дисциплина мне просто запрещает ее долго держать, тем более, не вышло ничего, единственное, да, волатильность падает, и если оказалось, что она развернулась, ну, лучше мне это не знать, я сделал правильно, и все, теперь пшеницу, почему я держу, Артур спрашивает, и правильно, кстати, спрашивает, давайте я вернусь к пшенице, покажу, что с ней происходит, по пшенице, к сожалению, есть такой фактор, как контанга, и он будет влиять на мою позицию, то есть, что такое контанга, вот здесь закрылся один фьючерс, ну, допустим, там, сентябрьский, и открылся следующий, октябрьский, следующий стоил дороже, предыдущего, в нефти часто такое бывает, то есть, рынок думает, что все-таки в будущем будет расти, плюс хранение и так далее, поэтому не может стоить следующий фьючерс дешевле, да, бывает обратный процесс, бэквардация, допустим, ноябрьская нефть стоит 46 долларов, декабрьская уже 45, то есть, рынок думает, что упадет еще, вот, это называется бэквардация, ну, я как-то рассказывал на вебинаре, как это можно использовать на нефть, еще нет, не нам, конечно, с вами, а как это используют крупные глобальные фонды, что они делают, секунду, я тут говорю вам про пшеницу, а не переключил с метатрейдера, на финвиз, что делают глобальные фонды, они на нефти закупают реальную нефть в танкеры, хранят ее, нефть плавает где-то близко к портам, тратят деньги, да, там, прахты и так далее, и все, но, они уже продали эту нефть на фьючерсе, допустим, там, мартовскую, мартовский фьючерс не 46 стоит, он стоит, допустим, 57, 11 долларов уже в кармане, все, что им нужно, до марта продержать нефть, она есть у них, они продали фьючерс, они купили реальную нефть, продали фьючерс, на бумаге у них есть шорт, по 57, как я сказал, а покупали на рынке живую нефть по 46, текущую, она же текущая, да, то есть, вот сейчас, какой фьючерс, сентябрьский фьючерс, вот они купили по сентябрьской цене нефть, она стоит 46, а продали уже мартовский, а он стоит 57, контанга на рынке, ну и вот, нефть плавает, да, допустим, в месяц доллар они тратят на всем танкере, да, весь танкер, допустим, 70 тысяч баррелей вмещает, 70 тысяч долларов, доллар за баррель в месяц, точнее, 70 тысяч долларов, это плата за хранение, в прямом смысле, не за хранение, а там, за топливо на танкере, за то, что они там плавают, порт, шморт, команда и так далее, ну, я в этом не разбираюсь, да, кто с морем знаком, знает, и посчитали, что на объем, на объеме 70 тысяч баррелей, у них получится расходов примерно доллар за баррель, ну, допустим, у них, у них 6 месяцев до истечения следующего фьючера, им придется 6 месяцев гнать танкер близ Сингапура, где-то там у порта, чтобы далеко не уплывать в море, ну и все, настанет месяц март, они эту нефть продадут по цене, которая будет в марте, допустим, она не будет 57, рынок ошибался, она останется 46, почем брали нефть, по той цене и продадут, по 46, 0 долларов возьмут живой нефти, вот сырой нефти, которая в танкере, а плюс 1 доллар за хранение в месяц, то есть 6 долларов у них будут расходы, но зато в другом кармане, когда они по 57 фьючерс шертанули, у них сейчас 11 долларов прибыли, бумажной прибыли на брокисов, вот и получится 11 долларов минус 6 расхода на хранение, 5 долларов чистая прибыль за вот эту операцию, использование контанда, теперь вернемся, я не ухожу от вопроса, вернемся к тому, почему я держу пшеницу, а мне кажется, что какие-то уровни достаточно серьезные для поддержки, более того, я ее долго держать не буду, вот мы покажем какую-то тенденцию вверх, я закрою один фьючерс вот здесь, второй вот здесь, на остальные продам колл много, ну как много, так, чтобы купить, и уже сыграю в обратную, в чем была ошибка, я не должен был продавать путы, они вообще не покрытые были, я покупал коллы, 500 там какой-то, не 450 колл покупал, вот здесь где-то еще покупал, и когда он вырос, продал 500, и потом еще продал, а 500 там 25, 550, там сложная была конструкция, и на самом пике я ее стал разгружать, взял прибыль, и подумал, да не уйдет ниже, вот теперь уже полная самодеятельность, что нельзя было делать, да не уйдет ниже 450, давай-ка я еще на обратном пути продам, что мы не уйдем ниже 450, а вот ушли, ушли достаточно серьезно, ну кто знал, что так будет, а нельзя было это делать, 4 контракта у меня теперь висит покупки пшеницы, но обратите внимание, я вам показываю счет, он не изменился, видите, я просто прибыль взятую со всего остального, Tesla, Nvidia, нефти, вот нефти, включен, да у нас, да, нефти, газа, всего остального, я просто трачу ее на пшеницу, там где-то 7000 сейчас убыток, но учтите, что я еще с пшеницы, с колу взял, тысяч 5-6, то есть суммарно убыток по пшенице, ну пара тысяч, ну может быть 4, я не знаю, не больше, не больше, с учетом небольшого сейчас отскока, еще меньше будет, так что вот так, терпимый уровень, я держу, конечно, неправильно делаю, но терпимый уровень, учитывая, может даже стопы сейчас проставлю, дно нащупаем, проставлю стопы, просто жду, чтобы сентябрьский закрыли, дали следующий фьючерс, декабрьский, а он как раз стоит, видели, он стоит 440, 430, вот такой у нас контанга, 420, 428 долларов, мне дадут его, чтобы я уже на нем ставил стопы, потому что на сентябре поставлю, а он истечет, так что терпимо все, да, ошибка, теперь я ее пытаюсь вот так разрулить, не жестко, не очень жестко, а более такой умеренный вариант разруливания, ну опять же учтите, тут ведь еще и важно, что у меня так сказать, ну опыт тоже какой-то есть, где-то я на него полагаюсь, где-то там на то, что опционам не дадут возможность там захеджироваться, где-то на авось, ну то есть как бы я не оправдываю эту позицию, но держу ее под контролем и буду делать жестко крыть, тогда когда ситуация будет выходить из-под контроля, а пока, как я вам сказал по цифрам, она терпимо, ситуация пока терпима, несколько тысяч на, почти на 150 тысяч, несколько тысяч убытка, тем более это единственная позиция, которая вот что-то пошло не так, как говорят, но это не критично, если я сейчас покажу позиции, вы увидите, что здесь не все позиции зеленые, плюс, и так быть не может, не должно быть, а уж тем более хеджи минусовые, вот видите, плюс, минус, плюс, минус, что теперь все минусы сразу крыть, но в итоге плюс, да, общая цифра, а, 9 тысяч, нет, 9 тысяч, минус несколько тысяч закрыты, давайте посмотрим, кстати, буквально я быстро покажу, пшеница в отчетности, что у нас получилось, если взять последние несколько, шесть месяцев, я не помню, когда пшеница была, W, пишем сюда, и посмотрим, он нам покажет, сколько по пшенице, вот видите, он разные инструменты показывает, колы, путы, просто, W нельзя интересно, на W сделать, давайте посмотрим, нет, так нельзя, так, а можно W, нет, не показал, просто придется взять, вот так, go, сделать, все выделить, и посмотреть, что происходит по отдельной позиции, ну, хорошо, пускай он пока печатает, мы закругляемся, как раз уже ровно час мы обсуждаем, я думаю, о многом успели поговорить, было интересно, какие-то новые тенденции обсудили, даже систему выписки электронных рецептов обсудили, что тоже, в общем-то, для некоторых, наверное, что-то новое, по крайней мере, 5 лет назад я впервые с этим столкнулся, и убедился, что это эффективно, на будущую неделю, посмотрите ролик, на сайте Адмирала есть разделе, точнее, на канале Адмирал Маркетс на Ютьюбе, есть видео, вчерашний, понедельник, вчера было, да, вчерашний обзор, буквально там 7 минут, какие новости нас ждут на этой неделе, мы сейчас этого делать не будем, потому что мы обсуждаем не календарь конкретно, а макро, и вообще мы немножко будем менять формат нашего вебинара, мы как раз с Романом это тоже обсуждали, что если у нас в понедельник выходит видеоролик, и там весь календарь расписан, во вторник смысла нет терять время на календарь, да, ролик есть, все там видно, давайте лучше время тратить вот так, на разговор о текущей ситуации, что движет рынками, что ждет, что будет, вот, менее формальные какие-то вещи, менее, да, если вы поддерживаете больше такой формат, нежели вот именно обсуждение дней, календаря, а в среду выходит то, пять, сто, вы без меня это знаете, так что я предлагаю делать еще более неформальным, обсуждать те вещи, которые не на слуху, не на плаву, обсуждать вещи, которые не в календарях, а какие-то там, может, даже слухи, вот, по поводу ФРС, например, да, мы говорили, разгрузка баланса, об этом мало пишут, вот, кстати, спасибо Михаилу, если бы он сегодня ссылку не скинул, может, мы даже об этом не заговорили бы, обсуждать какие-то вещи, больше связанных со ставками, например, потому что это тоже не то, что каждый день прям четко в календаре написано, что будет делать ФРС, какие там мнения, всегда приходится гадать, да, больше скандалов и интриг, пишет Андрей, хорошо, секунду, я вернусь к своему брокискому счету, посмотрю, что мне по пшенице, самому стало интересно, вот, кстати, видите, везде плюсы, вот все, плюс, 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 все позиции у меня почти все, плюс 4000, 11000, 2000, убыточных сделок единицы, слава стратегии, спасибо моей стратегии, на которую я отдал кровь, пот, слезы и много времени, где у нас пшеница, вот, пшеница, смотрите, нет реалайз, гейн лос, фор, в, W, 1681, да, немного, на самом деле, я ждал больше, а, и вот 700, 1000, нет, все правильно, 8, 8, я обрадовался, думал, что пару тысяч точно взял, нет, 1600, и там минус хедж, так что, с 9000 нужно вычесть вот эту 1600, и получим то, что я реально несу сейчас, но я все-таки надеюсь, мы сейчас развернемся, если нет, можно путы покупать, жду, чтобы было, ролирование было, чтобы этот фьючерс сентябрьский, наконец-то перевели на следующий, ролировали мою позицию, это брокер сам сделает за меня, я могу и сам сделать, продать сентябрь, купить декабрь, брокер за меня сделает, и дальше уже мы с новыми ценами, с новым фьючерсом будем думать, где стоп лосс ставить, где покупать путы, где колы продавать, ну и вот у меня общая прибыль, 58 тысяч за эти 6 месяцев, минус 19, то есть получается 40 тысяч получилось, да, ну как я показывал, помните, в апреле было 100, 107, в марте 101, да, где-то, и 40 тысяч удалось, 40 процентов за полгода, это очень хорошая статистика, она мне очень нравится, так что вот в таком же ключе буду держать, пока все хорошо, главное вот дисциплина, я заметил такую вещь, я за последние полтора года очень сильно увеличил, соблюдение дисциплины и техники, я меньше скандальные шальные идеи реализовываю, больше стратегии следую, сейчас вообще на 100% следую стратегию, вот сейчас пшеница открылась, она вне стратегии, уже голая, просто фьючерс, да, единственное, все остальное четко по стратегии, как-то это психологически удалось реализовать спокойно, ну то есть не нужно слишком много нервов тратить на то, чтобы держать себя в рамках стратегии, ну, наверное, потому что она хорошо работает, и это дает мне лишнюю мотивацию делать по той системе, которая хорошо работает, зачем ее нарушать, если она хорошо работает, шальным идеям не место, и вот получается очень даже неплохо, вам тоже советую, имейте, а, стратегию, б, дисциплину, следуйте ей, не получается что-то изменить, и снова начните, можно на демо начать, спот рынок хорош тем, в отличие от опционов, моей стратегии, хорош тем, что тут все быстро проявляется, на опционах я продаю на 4 месяца вперед контракты, и раньше, чем через 4 месяца, я не узнаю, насколько это все хорошо реализовалось, поэтому, чтобы стратегию прогнать 2-3 раза, нужно 12 месяцев, по 4 месяца, продал, ошибки выявил, снова, на следующие 3-4 месяца, еще раз продал, выяснилось, что нет, так нельзя было, хорошо, истечет, там видно будет, пока я точно не знаю, и вот так 3 раза прокрутить эту систему, стратегию, требует 12 месяцев, 3 раза примерно по 4 месяца, продаются опционы, сейчас, если сейчас, я в августе продаю, ноябрь, декабрь, в нею, в декабре буду продавать апрель, в апреле буду продавать снова август, так что времени много, а на спот рынке, на форексе, на рынке акций, чуть меньше времени может уйти на это, и раньше можно узнать, особенно на алгоритмической торговле, на торговле, как ее называют, ну правильно, алгоритмической, роботы, или какие-то мувинги, какие-то технические индикаторы, там намного раньше можно все это увидеть, на часовом настроить, да, два мувинга, ну и все, вы уже через месяц будете иметь там десяток сделок, сотни сделок, потому что это часовой график, ну или чуть меньше, хорошо, у меня все, всем спасибо, я не забыл про вебинар, который нам рекомендовали, по-моему, Андрей-то рекомендовал, не помню, по Новой Зеландии, Австралии, но мы его сделаем немножко по-другому, более широким сделаем, потому что не все торгуют австралийским долларом, я вот с Романом обсуждал это, и он посоветовал сделать более широкую тему, чтобы больше, больше, больше людей заинтересовать, потому что, ну им виднее, что сколько людей торгует австралийцем, я-то не знаю, это не вижу, поэтому мы сделаем, поэтому мы сделаем, что-то, обзор нескольких сразу кросс-курсов, и заодно зацепим Австралию, Новую Зеландию, экономики, фундаментал, данные, макро, статистику и так далее, ну и вообще, конец лета, я вот из Испании вернусь, второго числа, лето закончилось, на самом деле, бездарно оно прошло, абсолютно бездарно для меня, не толком отдохнуть не успел, не толком поработать не успел, как-то и настроения не было, Испания, Испания, в море всего два раза, или три раза купался, вообще неинтересно, в общем, провалил я лето, хорошо хоть на рынке были успехи, и вот со второго сентября, уже с понедельника четвертого, снова в строю, снова буду с интересом, много идей, много проектов, наверное, вы тоже это увидите, интересные темы для обсуждения, так что, вот так ждите, все, всем спасибо, до свидания, удачи вам на рынках, всем здоровья, да, спасибо, Алекс, до встречи в следующий вторник, и мы, да, потихоньку меняем название нашего вебинара, немножечко, даже название поменяем, а то как-то фундаментальный анализ, как-то не звучит, потому что уже есть у нас в понедельник, видео по фундаментальному, мы можем просто скидывать его, и будете смотреть, вот, так что поменяем название, поменяем формат немножечко, сделаем живым,